Здравствуйте! Мы все привыкли к тому, что Мегафон – это все-таки оператор сотовой связи, но в этом году вы запустили новую опцию для своих клиентов – это домашний интернет и ТВ. Что это за продукты? Как вам удалось выйти на рынок фиксированной связи? Да, Ксения, очень интересный вопрос. Действительно, в этом году мы запустили такой эксклюзивный конвергентный продукт «Тарифный план объединяй», который себя включает помимо мобильной связи, которую мы всегда предоставляем, фиксированный интернет, телевидение, а также это можно использовать как облачное хранение, и там присутствует контент онлайн кинотеатров. Также вы запустили совместно с омскими кабельными сетями определенную систему, вы вместе сотрудничаете с ними. Расскажите, что это за система, что она дает вам как партнеру и, конечно же, Амичам? Да, это действительно нашим партнером является местная региональная компания «Омские кабельные сети». Они нам помогают в подключении фиксированного интернета. Это по кабелю интернет, скоростной интернет. Что такое сама система? Она называется FFNO, это Fixed Virtual Network Operation, если перевести с английского, это виртуальный оператор фиксированной сети, за счет чего мы подаем домохозяйство интернет, телевидение, ну и мобильная связь она предусматривается дополнительно в одном пакете. И это можно все оплачивать, как говорится, в одном окне. То есть три в одном, не надо никуда ходить, получаете услугу и платите одному оператору. Это значит, что у наших горожан будет больше возможностей смотреть нашу телепередачу в любом удобном формате, в любом месте, на любом устройстве? Да, наши партнеры обеспечивают подключение, и нашим горожанам и мячам доступно более 4000 домохозяйств, могут подключить эту услугу. Для этого необходимо просто прийти и оставить заявку в любом нашем салоне, мегафон представленном. И наши специалисты подключают, что позволяет, наверное, человеку получать в одном окне все цифровые услуги. Тем более, что с недавнего времени мы заменили нашу платформу Мегафон ТВ, которая больше предусмотрена для мобильной связи, на федеральную платформу Смотрешка. Это более современный контент, в котором внутри этой Смотрешки представлено, помимо телевидения, представлены также домашние кинотеатры и набор для просмотра любителей кинофильмов. Игорь Анатольевич, мы поговорили о ваших партнерских проектах. Хочется все-таки перейти к основному направлению вашей деятельности. Это мобильная связь. Скажите, пожалуйста, как сейчас развивается мегафон в Омской области? И вообще сейчас сложная ситуация в стране, да, экономические санкционные нагрузки на бизнес. Вот в данных условиях готовы ли ваша компания вкладывать инвестиции в развитие связи в регионе? Да, Ксения, это очень такой интересный, злободневный вопрос. Действительно, время непростое, есть большие санкционные нагрузки. Ну, что могу сказать? Мы продолжаем развитие нашей сети. Это, наверное, основа всей работы компании Мегафон. И в первую очередь развитие сети. Это обусловлено, конечно, строительством, использованием и совершенствованием уже существующей сети. Так могу сказать, что мы полностью выполнили план 2022 года. На данный момент, помимо строительства, мы занимаемся усовершенствованием действующей сети, проводим рефарминг. И на данный момент мы провели более 250 мероприятий по улучшению качества покрытия сети. Что позволило получить интернет на высоких скоростях и связь не только в городе Омске, но и в отдаленных, небольших населенных пунктах. Так мы переиспользовали частоты второго и третьего поколения для того, чтобы запустить интернет четвертого поколения, голос четвертого поколения. Что качественно улучшает голос, и наши абоненты используют voice LTE. А также появляется интернет в труднодоступных местах. Ну, в том числе и на спортивных объектах. Насколько я знаю, вы большой фанат томского авангарда и сделали немало для того, чтобы домашняя арена ястребов была обеспечена. Сотовая связь. Немножко об этом расскажите. Да, спасибо. Действительно, я болельщик авангарда со стажем. И действительно, да, мы в прошлом году запустили, наверное, один из флагманских проектов мегафона. Это запустили мультисервисную платформу индор-покрытия. То есть мы построили базовую станцию внутреннюю, внутри арены, которая в 4 раза мощнее внешней базовой станции, которую мы уставляем в городских условиях. При этом эта базовая станция рассчитана на развитие сети, развитие потребления до 10 лет. И построена таким образом и с таким оборудованием, что даже предусматривает возможность подключения 5G. Для того, чтобы построить эту базовую станцию, естественно, задействованы были не только сотрудники Омского регионального отделения, но и центрального офиса города Новосибирска, и главного офиса город Москва. Мы проводили изыскательные работы, строили макеты это здание, просчитывали вплоть до толщины перегородок. И в результате в сентябре прошлого года мы запустили платформу, которая позволяет использовать всем операторам и позволяет оставаться людям, гостям, болельщикам, хоккеистам, обслуживающим персоналам, оставаться на связи, делиться эмоциями, передавать контент в живом времени. Мы периодически мониторим, как проходят массовые мероприятия, как ведет себя сеть, какая нагрузка. Могу сказать, что компания Мегафон готова к любым мероприятиям. Мы готовы к любой нагрузке, к любому количеству болельщиков, которые посещают арену. Ну и, естественно, скорости авангарда, это, наверное, максимальные скорости, которые есть в КХЛ, такие же, как и в Мегафоне. Спасибо большое за ваши ответы. Мы желаем развития вашей компании, чтобы нашим амичам было комфортно общаться и всегда быть на связи. Спасибо. Спасибо, Ксения. А я напомню, это было интервью с директором компании Мегафон в Омской области Игорем Беззубкиным. В студии была Ксения Тойчкина. Увидимся в эфире телеканала Омск ТВ.